Приветствую вас! Чтобы ответить на ваш вопрос, его необходимо разбить на две, как минимум, на две части. Первая часть будет состоять из вопроса, как, допустим, стать более уверенной в себе. Это первая часть. Для того, чтобы, например, увидеть, как стать более уверенной в себе, я полагаю, что нужно сначала постараться определить, в чём именно вы, например, не сейчас не уверены в себе. То есть, если вы испытываете в чём-то неуверенность, то я полагаю, что вы знаете, в чём она, эта неуверенность заключается. И, соответственно, скорее всего, вы можете сами ответить себе на вопрос, в чём именно и по какой причине вы в себе, например, не уверены. И уже тогда, когда будет ясно, в чём именно вы в себе не уверены, уже тогда можно будет говорить о том, как и что вам можно сделать, для того, чтобы быть более уверены. Как правило, как правило, уверенность в себе достигается за счёт каких-либо действий. То есть, нужно реализовывать именно какие-то действия, и чтобы от этих действий был результат. Конкретный, конкретный результат был, только тогда, видя его, только тогда, видя результат от своих действий, вы сможете, значит, стать более уверены в себе. Но, опять же, для этого нужно понять, постараться понять, в чём именно и почему вы в себе не уверены. То есть, пока здесь не очень понятно, в чём вы в себе не уверены, почему вы в себе не уверены, из-за чего вы в себе не уверены. Значит, дальше, если говорить о счастье, да, то счастье, оно для каждого человека своё. И вам нужно сформировать свою модель счастья. То есть, то, как вы это самое счастье своё, например, видите. Как вы его воспринимаете. То есть, ну, что это для вас. И дальше, дальше, нужно обязательно задать себе такой вопрос. А сейчас, на данный момент, я счастлива или нет? И если нет, то как я воспринимаю своё состояние несчастьем? Почему я считаю, что несчастлива? Понимаете, если вы своё счастье будете вставить постоянно в зависимость от каких-либо внешних факторов, неважно каких, то вряд ли вы сможете когда-либо встретить своё счастье. А если их встретите, то вы будете очень-очень сильно зависимы от, ну, либо от деятельности, которая вам несёт, например, счастье. Либо от человека, который, опять же, несёт вам счастье. И в итоге ничего хорошего из этого абсолютно не получится. То есть, вот эти вот нюансы, связанные именно вот с вашей самостоятельностью, необходимо обязательно определить. То есть, что конкретно составляет моё счастье, именно моё. А как конкретно я могу этого счастья достичь? Да? И, соответственно, почему я, ну, например, допустим, ставлю в прямую зависимость, значит, своё счастье и уверенность в себе. То есть, вы говорите, что я, например, да, вы говорите, что я в себе не уверен. Как бы, вот. Может быть, это и так. Может быть, вы действительно в себе не уверены. Может быть. Может быть. Но, вы разве можете быть уверены во всём? Далее. А нужна ли вам уверенность во всём? Опять-таки. Понимаете? Какой момент. И, соответственно, что будет, если вы будете уверены во всём? То есть, грубо говоря, не станет ли вам, например, скучно, если вы почувствуете, что уверены во всём? Понимаете? Вот. То есть, на мой взгляд, вот это тоже очень важный момент, если вы хотите действительно обрести гармонию в себе. Да? Далее. Ну, нужно понимать, что ребёнок, вот, первоначально вообще не видит никакой связи между счастьем и чем-либо. То есть, счастье для ребёнка, оно, в общем-то, безусловно. А у вас сейчас, на данный момент, счастье – это что-то условное. Да? Потому что вы не можете, например, быть счастливой здесь и сейчас. То есть, вам, грубо говоря, обязательно нужно, допустим, какие-то условия. Соответственно, скорее всего, кто-то этим условием вас научил. То есть, кто-то когда-то рассказал вам, объяснил вам, показал вам, что нельзя быть счастливым человеком, если ты, например, в себе не уверен. Это очень важный момент. То есть, кто-то сказал вам, что счастье зависит от внешних факторов, от условий, от достижения чего-либо. А это, как вы понимаете, не так. То есть, ну, в действительности, это не так. В действительности, счастье, оно, как бы, либо есть, либо нет, и оно не зависит от каких-либо условий. Но, это есть, на вас это влияет, и пока на вас это будет влиять, ситуация будет складываться негативно. Иначе, иначе говоря, вы запрещаете себе быть счастливой в тот или иной момент времени. Вот. И я полагаю, что вот именно его, этот запрет, вам и нужно отыскать. Потому что он вам мешает. Он вам мешает этот запрет на то, чтобы быть счастливым. Конечно, с данным запретом можно и нужно будет работать. То есть, от данного запрета можно избавиться. Вот. Методика для этого хватает. Главное, чтобы вы сами, опять же, этого хотели. Чтобы у вас, у самой было желание это делать. Вот. Опять же, момент какой. Да, момент какой. А если вы хотите именно быть счастливой, если вы хотите именно быть счастливой, то ситуация здесь такая, что для счастья нужно быть счастливой всегда. То есть, счастье нельзя встретить его, нельзя как-то, знаете, как-то, ну, прочувствовать его, нельзя заслужить его, нельзя добиться и так далее. Потому что счастье, оно либо есть, либо нет внутри каждого человека. Вот. Поэтому, нужно для начала отказаться от этого мифа в фильмах. А в фильмах это именно миф такой, что, значит, нужно для, чтобы добиться счастья, нужно, там, что-то сделать, нужно, там, как-то либо его заслужить, да, либо что-то ещё. Вот. Нужно от этого мифа освободиться, ибо он этот миф, по сути, это делал иллюзия. Вот. И когда вы избавитесь от запретов, и когда вы поймёте, что вы можете быть счастливой здесь и сейчас сами по себе, без участия каких-либо внешних факторов, то я полагаю вам самой станет легче, проще, комфортнее и удобнее во всех отношениях жить дальше, потому что мир перестанет быть для вас, знаете, таким вызовом, если мир вызов, то от него нельзя получать наслаждение, ну, от пребывания в нём нельзя получать наслаждение. А мы же всё-таки хотим наслаждаться жизнью всегда, вне зависимости от того, как и что мы делаем. И это, в принципе, и есть счастье. То есть, восприятие мира не как вызов, не как источник, значит, для либо несчастья, то есть, чего-то негативного, либо наоборот, как источник счастья, то есть, чего-то позитивного. Только если мир воспринимает человека свободно, у него появляется возможность быть счастливым, не ожидая от мира ничего. Это, в общем-то, вполне достижимо и при наличии у вас желания, ну, серьёзного желания что-либо поменять в своей жизни, реализуется достаточно быстро. То есть, это, знаете, не то, что годами нужно, нужно делать, это не то, что, знаете, годами, годами нужно реализовывать. Вот, нет, абсолютно, абсолютно совершенно это не так. Вот. Это не то, что нужно реализовывать годами. Вот. Можно и нужно с этим справиться куда быстрее. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этого или нет. Вот это вопрос. И, на мой взгляд, этот вопрос является для вас принципиально важным. Ну, именно вот, именно, именно сейчас, именно в данный момент времени этот вопрос для вас является самым, самым-самым главным. Вот. Вот так, я думаю, вам можно будет ответить на ваш вопрос, именно так, я думаю, можно вам ответить. Именно такие можно вам дать рекомендации. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.